Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем ничего нового и сегодня мы вместе с тилькой, которая выглядит уже очень счастливой, в скобочках нет, будем распаковывать вот этот потрясающий адвент календарь с детской косметикой. А теперь расскажи в чем причина твоих... Я просто в начале видео сижу такая, я хотела чихнуть, но не чихнула, а ты уже начала записывать, я такая, ну ладно. Ты всегда можешь чихнуть прямо сейчас. Я уже не хочу. Не, за что это такое? Убери свою. А ты хочешь чихнуть? Да я не хочу уже чихать, я теперь чихнула. Короче, мы заказали адвент календарь с Амазона за 23 бакса. Дорогой, богатый. Дорогой, богатый, детский. Но мы сейчас посмотрим, насколько отличается ассортимент в зарубежных календарях и вспомните те, которые мы покупали в России. Можете посмотреть предыдущее видео, кстати. Там была распаковка календаря от Эльзички из Фроузен, мама дорогая. А Литуаль? Да мы в каждом видео будем про Литуаль вспоминать или как вообще, я не понимаю. А, ребята, хватит, меня унижают за Литуаль. Я там был, мед, пиво пил, по усам текло и в рот попадала. Это видео будет с осложнением. Какие? На, надевай на руки. Зачем? Я же говорю, видео будет с осложнением. А почему эту руку? А, то есть Лиша. Вот, видео будет с осложнением. Нужно будет распаковать. Отдевать календарь, будучи в наручниках. Это видео с осложнением. Так это ВДС? Нет, просто видео с осложнением, потому что типа арест, Литуаль, охранник. А-а-а. Ну ладно. Она какая-то у тебя длинная цепь. Да, подожди, это же цепь, которую надо на шею вешать. Это вообще, блин, это в моей сумке цепь. У меня, короче, такие наручники. Да, у меня тоже не коробки. Мне кажется, кто-то их использует. Это от сумки, потому что. Да, да, от сумки, от сумки. Ну что, мы прекратим давать желаемое за действительное. Все. Короче, ребят, начинаем распаковывать этот календарь. Если вы вдруг еще не подписаны на этот странный канал, то обязательно сделайте подписку. Тык. Да. Я буду как трупешник у тебя, чтобы я... Ты будешь ненавидеть себя за эту идею. Я буду так с писания мяклой амебой. Хватит, будь мяклой амебой. Хватит быть серебряной шлиндрой. Остановись. Ладно. Теперь я буду тобой управлять. Твоя рука не твоя рука. Ты кота травмируешь, нахреная? Короче, распаковываем адвент календарь. Тихо, прекратишься, я тебя ударю. Ладно, ладно, ладно. Так, сегодня первый номер будет мой, потому что обычно в календаре номер один открывает Силька. А сегодня ты. А сегодня я открою. А ты попробуй найди. Вот единственное, что тут плохо, тут плюс-минус. Не пока. Ладно, не будем про это говорить. Давай, номер один. Ух ты. Нормально. Нормальный детский календарь такой. Как его достать? А как его достать? От чем-то прозрачивает. А, у тебя есть? Ага. Вот это класс. Блин, ребят. Это помадка розовая. Это реально помада розовая. Очень странно выглядит. Сейчас я посмотрю поближе на нее. Она выглядит странно. Ой, она пахнет... Ну, получше, чем ритуаль. Получше, чем ритуаль. Но... О, она красится. Она с цветом. Ребят, это помада с цветом. Хорош. Офигенно. Второй номер, достой, пожалуйста. Второй номер это где? Ву-у-у. Да ладно. Это что? Это второй номер. Ни хрена. Ни хрена. Да смотри, это косметичка. Это косметичка. Охренеть. Прикинь, полноценная косметичка. Я в шоке, ребят. Это сейчас, вот сейчас мы уже нашли пигментированную помаду. И, блин, косметичку нашли. Это на ней вообще происходит. Это же шикарно. И покори, что она воняет. Ну, она вот пластиково воняет. Она, блин, прекратит вонять. Это одобрительно. Сколько еще раз дала от календаря? Это 23 бакса. С ума сойти, за 23 бакса мы уже нашли косметичку и помаду, которая красит. Это самый пока что дельный календарь из тех, что мы видели. Видео только началось, и я уже рада пипец. Номер 3 надо найти сейчас, ребята. Ищем номер 3, 5, 14, 17. Три попода, три. Блин, сложно. Вот он. Ой, там что-то маленькое. Так, ладно. Я думаю, это лак для ногтей. И это лак для ногтей? Зеленый. Чуваки, это зеленый лак для ногтей. Типа как? Как, как, как? Охренеть! Реально зеленый лак для ногтей. Вы просто себе представляете. Это же самый сейчас топовый этот календарь для детей. И лак пахнет лаком. Ну да, кстати. Лак пахнет лаком. Он зеленый, он яркий. Это очень прикольно. Цвет офигительный. И это прямо именно то, что... Ну вот если я была бы ребенком, я бы кайфанул, потому что мне достаются какие-то реально пигментированные красивые вещи, а не то, что вот там было. Новый, 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 новый год. Новогодний вечер. Новый, 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 новый год. Этот мир не безупречен. Давай номер 4 на горизонте. Где-то я его видела, но он просрался внезапно. Вот он. Тут что-то опять такой квадратненько. У меня достаточно. Чик, сайт, сайт. Вау! Это палетка невидимка! О, не было! Они просто не положили нам номер 4! Они просто не положили нам номер 4! Подожди, это невидимая палетка! Ооо, смотри, какая пигментированная палетка! Пчела, скажи, кто ты есть! I know, I know, I know, I know! А я, Риза, так, ты не на игровом канале! Нет, это бьюти-контент здесь. Люди должны приходить и релаксировать, и чилить. Тут не надо орать. Мне хватает, когда скрипяк орет на заднем поле, я снимаю серьезные видео, а он там... Почему мы похвалили первый адвент-календарь вообще за всю историю наших канала первый, и тут просто не было деталей! А может, она куда-то туда увалилась? Ну, мы в конце, когда раскроем его, посмотрим, что-то бред! Ну, ладно, давай номер 5 открываю я! Номер 5, Академия Умбрелла, вот номер 5! Как-то даже обидно! Это, наверное, румяна какие-то! Правильно, похоже на румяна? Давай. Да можно, пожалуйста, достаться? Так. Ну, слушай. Выглядит очень прикольно, и пахнет вообще нормально, и да, здесь реально есть пигмент, здесь реально есть пигмент. Да хватит уже, мне уже тошнит от этого. Типа, реально этими румяными можно сделать макияж. И они красивые, кстати, розы. И цвет приятный. Это такой цвет, который... Ну, я, по сути, похоже, пользуюсь. А у меня не мажется. А, не знаю, у меня прям нормально мажется. А, ну, у меня просто бледно. О, ладно. Может, это просто за счет того, что у тебя ногут не очень хорошо? Зачем? Ну, потому что я тебе норму сделала. Блин, офигенно. Доставай номер 6, но номер 5 нас порадовал определенно точно. В отличие от 4, в котором не было ни хрена. А если сейчас номер 6 будет тоже пустой? Значит, это разбойт, и этот календарь официально худший. А я пока все сложу в косметичку, чтобы не болталось. Ну, слушайте, судя по форме, здесь будет какая-то кисть. Давай, доставай. И это реально кисть. Я в шоке, ребят, официально. Это как раз кисть для румяшек, судя по всему. А, или нет? Это для румян, для скульпера. Какая милая. Она нормальная. Она реально нормальная. Она нормальная. Она синтетическая, конечно, но типа нормальная. Я, кстати, пользуюсь только синтетическими кистями. Я не люблю натуральные. У меня от натуральных кистей почему-то аллергия. Мех. Прикольно. Она реально хорошая. Первый раз в адвент календарях, кстати, вижу кисточку. Кстати, да, не в одном адвент календаре. Нет, подожди, в Литуале как раз были кисточки, помнишьте? Ну, это аппликаторы были. Это нельзя назвать кисточками. Там была формальная кисть, там была кисть. Вот это кисть. Вот это, ребят, кисть. Вот она кисть. И, кстати, этот адвент календарь дешевле, чем адвента из Литуале. 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 Ну, что ж, давай следующий номер достанем. А это пока я кладу в косметичку, но пока все нравится, кроме четвертого номера. Четвертый номер божественный. Я не знаю, чем он тебе не понравился. Классный номер. Невидимый номер. Так, номер шесть. А, нет, номер семь. Отлично. Седьмой номер. Походу, здесь тоже будет кисть. А мне кажется, нет. Нет? Мне кажется, что-то другое будет. Ой. А, вот номер пять, номер четыре. Ребят, номер четыре внезапно нашелся. Это вот такая вот непонятная хрень с наклейками для лица или для ногтей. Ну, скорее всего, и ногти, и лицо куда хочешь. Нет, слишком маленькие для лица, они будут видно. Вот такие вот. Ну, короче, в целом, как бы, вот в любом другом календаре я бы сказала, что это ерунда. Но здесь слишком много прикольных вещей, и в этом в данном случае есть смысл. Ну да. А мы продолжаем, короче, доставать номер, который сейчас актуален. Слушай, это какой-то маркер. Да, не знаю, что это. Ой, что это? Блин, честно, я даже не знаю, что это. Я не знаю, что это. Похоже реально на маркер. Что это? Это мел для волос. Мел для волос? Это мел для волос. Это мел для того, чтобы красить свои волосы. Давай. Крась. Охренеть! Охренеть! Смотри! Охренеть! Я в шоке. И да, он выкручивается, походу эта штука вся полностью им забита. А, охренеть! Смотри, как он красит. Да, его еще если растушевать, он реально будет норм. Посмотри. Типа, серьезно. Это один мазок я сделал легкий. Людмила. Жесть! Людмила мазок пошла в чат. Я в шоке, ребят. Охрененно крутая вещь. Вот вам и сравнение американского и русского календаря, блин, Адвента. Просто я не знаю, что сказать. Нечего сказать, кроме слов. Это офигенно круто. Максимально круто. Прикинь, если здесь есть еще розовый и можно будет меня красить. Ну пипец. Доставай дальше следующий номер, у тебя номер 8. И я пока официально в шоке, это лучшее. Если после этого календаря кто-то будет говорить, что те календари были хорошие. Но, ребят, нет. Нет. Пока что это лидирует, доминирует. Восьмой номер. Ух ты, это тени. Это палетка, ребят. Это целая палетка. Это не вот эти вот монохрени. Это реально палетка. Так, ну оно не достается опять. Ну вот с этим проблема. Но, знаешь, я даже не буду критиковать коробку. Потому что, знаете ли, уж лучше пусть будет хреновая коробка. Зато какое наполнение. И напоминаю, это все еще детская косметика. Да. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Она еще запакована. Она еще и в пленке. Она еще в дополнительной пленке. Как мило. Чтобы наверняка ты знал, что никто это не юзал. Ну это же просто потрясающе, ребят. Ну что за палетка такое. Тут есть аппликатор и три цвета. Даже внутри. Голубой, зеленый и какой-то розовый. Сиреневый, да. Слушай, прикольно. Максимально. Будем проверять их. Конечно. Но они пахнут прям дешевой, дешевой, конечно, такой косметикой. Пахнет хрене максимально. Да, типа которая такая в Ашане. Но они пигментированные. Да. Ой, все причем. Да. Они очень пигментированные. Это круто. Охренеть. Они реально пигментированные. Они просто жесть. Максимальный кайф. Посмотри. О, жесть. Лиза просто по мне провела, а у меня уже рука стала голубой. Жесть. Офигенно. Все еще про детскую косметику мы говорим, если вдруг кто-то забывает, потому что я забываю об этом постоянно. Уф, номер девять, ребята. Давай, становится жарко. Что же будет дальше? Девять. Вот. Какая-то ложка. Ложка? Да. Если что. Какая прелесть. Ты знаешь, я столько засирала вот эти заколки в прошлом календаре, потому что они были дрянью. Но эта заколка очень хорошая заколка. Потому что большая? Потому что, во-первых, она реально нормального размера, а во-вторых, она нормально будет держать. Посмотри, она достаточно тугая. Да, она, кстати. Такие заколки ничем не отличаются от тех, что тебе в салоне делают. Просто попробуй. Типа, все. Ну, что сказать? Нечего сказать. Давайте так сидеть. Проверим ее заодно на пляшивость. Ау. Еще десяточку. Ау, 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 в мои плоскости попало. Десять, 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 десять. Где десять? Вот. Какая-то опять штучка. Не знаю, что это такое. Либо это кисть, либо что-то из этой категории. Ух ты. Это блеск для губ. Рыжий блеск для губ. Ну, нам нужна твоя помощь ножницовая. Ножная помощь. Ножная помощь для тебя. И для... Ой, скрипит противно. Передернулась. Да, это блеск для губ, разумеется. И он... Он прикольный. Ты знаешь, я в шоке с того, что у нас пока еще ни одна вещь не повторилась. У нас нет ни одной вещи, которая бы повторилась. Слушай, тут достойно. И пахнет нормально. Пахнет очень вкусно. Крамелью. Какой-то кармелькой. Какой красивый. Я не знаю, что сказать. Я в шоке. Я официально максимально в шоке. Ну, норм. Реально норм. Блестит? Да. Все, я пошла на бал. И. И бал. И бал. И бал. Я бал. Я и бал. Бал. Номер 11. Я в шоке. Тут будет какой-нибудь отстой? Хоть какой-нибудь? Пожалуйста, можно отстой? Давай. Хочется как-то немножко засрать. Это прикольно. Я такого никогда не сделала в адвент календарях. Не, ну и как это просто засрать? Это та штука, которую ты ногти вот так вот разделяешь. На ноги обычно ее делаешь, чтобы наверняка, когда делаешь маникюр или педикюр, ты себя не смазала. Еще и в блестяшках. Она все в блестяшках. Еще и в блестяшках. В сердечках. В сердечке. В блестяшке. Адвент календарь. Мы можем в шоке. Проверить ее на пляшивость. Нет. Она даже не пляшивая. Блестки даже не осыпаются. Ребята, сколько в рублях этот календарь был? 1700 рублей. А. 1700 рублей. 1700. И вспоминаем предыдущие календари за 6000. За 2000. Стыдно как-то стало за эти календари после вот этого всего. Очень стыдно, ребята. Очень. Клади туда. Офигенно. Клади еще лак. Мы еще лак потеряли. Вон он рядом с тобой. Просто пипец. Ну, я не знаю, насколько предусмотрительно. Вот насколько возможно, настолько предусмотрительно. Это классно. Номер 12, да? 12. Опять какой-то тубус. А, это 21. Вот 12. 12. Давай. Вот это маленькая? Карандаш. Чего? А это точно детский календарь? Это детский календарь. А, вот уже неудобно. Это детский календарь. Это детский календарь. И это, да, make-up pencil. То есть это карандаш на глаз? Охренеть. Еще и обычный самый карандаш для глаз черный. Он просто тупо черный карандаш. Ну, это, знаешь, для такой же девочки-подростка, которая уже готова краситься нормально. Ну, ты знаешь, учитывая, что в Америке иногда вот таких вот детей практикуют, так сказать, по всяким конкурсам, я думаю, что трехлетний будет таким краситься. Кстати, а какой возраст написан для этой штуки тут есть? 3+. 3+, это календарь для людей от трех лет. То есть, как бы, понимаете, да? Вот о чем я говорю, когда я имею в виду пигментированную детскую косметику. Именно вот это я имею в виду в моем представлении. Я в шоке, ребят. Я просто официально в шоке. Это самый лучший календарь, которым ничего не представляется. Офигенно. 1.700 рублей. Кайф. Хащи. Что дальше? Какая цифра называется? Вот тебе, мама, 13. 13. Ой, вечно мне добавляют 20. Нет, подожди, я сейчас 12 открывала, а я 13. Я же карандаши доставала. Я доставала. А, ну ладно. Да. Итак, номер 13 и... О, кушон! Нет, кушон, кушон. А, куховка. Ну ладно, кушон. Это, на самом деле, на сей момент самая бесполезная вещь, с одной стороны. Но с другой, у нас есть румяна, и мы можем этими румянами наносить не только кистью, но еще и пуховкой. Потому что я, например, наношу обычно именно пуховкой, у меня она есть, она убитая, она вот так вот выглядит. Предпочитаю обычно делать именно пуховочкой. Ой, ну смотри, она как хорошо взяла. Смотри, она сразу пигментированная и потрясающая. Ой. Ну просто вообще. Ну слушай, она прям хорошо тебе дает румяшек, такой приятный. Она реально дает приятный, маленький румянец ненавязчивый. Светый какой-то. Да, да. Не супер яркий, но прикольный. Именно такие румяны я и хочу видеть на своем лице. Это же просто класс. Офигенно. Шок. Максимальный, ребята, шок. Это счастливый штовер. Четырнадцатый номер, дамы и господа, тут тоже что-то круглое. Давайте посмотрим, что... Блин, что же там может быть-то? Что там за круглое лежит? Ай-яй, ногтик не сломался. Давай-давай-давай. Ой, еще одни румяшки. Пошли повторюшки. Пошел первый повтор. Первый повтор, но тут, по крайней мере, знаешь, цвет другой. Абсолютно. Если тот был светлый, тот явно будет поярче. Ну-ка. Это какой-то уже более такой красный оттеночек. Походу его кто-то трогал. Блин, реально, ребята... А это точно не мы были? Нет, мы не могли его сейчас трогать. Охренеть. Его реально... Ты видишь на нем какой-то... Там отпечаток пальца. Там чей-то отпечаток пальца. Там реально отпечаток пальца. Че? Типа, вот и похвалили косметику А там отпечаток пальца Это реально отпечаток пальца? Это чисто отпечаток пальца, это же саму пальца Даже по бокам вот такие вот грани валяются от него Я просто в шоке Вот сейчас я максимально охерела Реально, может быть, просто они когда упаковывали, кто случайно задел Но значит, это в любом случае не круто Да, это прям Либо, может, когда прессовали, я не знаю, но не знаю Короче, это странно, давай не будем это трогать Мало ли кто стычал туда свой палец Это очень странно Это странно, ладно Вот это немножко испортило впечатление Достаточно сильно испортило впечатление Ну что остается, продолжаем 15 номер квадратное Мне кажется, там тени будут какие-то И да, ты абсолютно права, это были тени Надеюсь, у них не будет пальца, ребята Ну, хотелось бы, чтобы там его не было Итак, здесь у нас была вот такая еще одна палетка теней Здесь уже цвета прям для тех, кто любит корейский макияж Для меня идеальные А здесь у нас розовый, персиковый И такой желто-бежевый Прикольные, короче, цвета Мне нравятся они объективно Ну, кстати И... Посмотри Мне кажется, вот этот цвет Вот этот плюс-минус похож Не, они похожи, но это абсолютно точно не одно и то же Не, ты понимаешь, что не одно и то же Но они похожи Блин, обидно, конечно, вот за это Да Они такие яркие, прикольные Ну что поделать? Остается с этой палеткой теней Идти дальше И открывать номер 19 Ну, палетка, типа, прикольная И еще одна, другие Номер 16 Номер 16 Да, 16 тысячу сейчас доставала Так, 16 номер Это вот такая вот штучка Мне кажется, здесь будет опять маркер Для волос Мне кажется, у нас пошли повторы, да Это фиолетовый маркер Блин, он прикольный Вот так и достаю Ну, опять-таки, это фиолетовый цвет Могу снова протестировать на своих волосах Я, в принципе, что Давайте, тестируем, мазим Ну, тоже хороший цвет, кстати Очень Но голубой мне больше понравился Но голубой прям совсем яркий Мне показалось, он больше, да, пигментированным, чем вот этот фиолетовый Ну да, согласна Фиолетовый прям вообще огонь А у тебя руки не печет случайно? Нет У меня не печет Ну, я мало Но у меня тут целая куча И мне прям вот здесь вот, вот здесь вот прям неприятно Да Ну, я не знаю, может быть, это просто психосоматика Но посмотрим, что мы дальше Если покрою с волдырями, покажу Я не шучу, кстати Ладно, поехали Номер 17, он не должен подогнать Это твой Он не должен нас как-то разочаровать Потому что там две дурацкие кисти абсолютно не нужные Почему? Ну, я не знаю, но меня захотелось обсказать А-а-а Ребята Ты такая девчоночка, да? А ты достала их Так, давайте посмотрим Слоскошенная кисть Плоская кисть Для нанесения теней ровным слоем На самом деле, очень даже неплохая У нее прикольный размер Да, она, конечно, маленькая Но, знаете ли Ну, для детских ручек Да, для детских ручек И вот эта кисть В принципе, ей можно наносить какие-нибудь хайлайтеры Вот сюда вот в угол глаза Ей можно делать что-то под глазом Да, даже стрелки можно нарисовать Она тонкая достаточно Возможно Если прям норовиться, можно и стрелкой ей рисовать Блин, мне прям не нравятся ощущения на моей руке Ну, смотрите Нет, я хочу подождать Вдруг опухнет Тогда покажем на видео это Короче, были кисти И это тоже прикольно Получается, что три кисти Блин, реально полноценный набор Остается только тоналку найти Да, да Ищи тоналку под номером на 17 18 номер 18 где? Вот он, 18 Нет, скорее всего здесь лак Да, розовый лак Ну, розовый и розовый уже такой был Ну, зеленый мне больше понравился Ну, зеленый просто прикольный Ну, а этот мамка точно тебя не ругает Типа обычный розовый цвет такой Базовый Пахнет тоже космическим Обычным лаком пахнет Да Прикольно Абсолютно Какой у нас следующий номер? Следующий номер 19 И номер 19 в таком сердечке Что бы это могло быть? Сердечка у нас еще пока не было Давай Что? Пилка для ногтей Ай-яй-яй Нитрат где-то Ты-то не затронулась Мне аж это Охренеть Не, так нормально Реально пилка для ногтей Очень странная Не могу сказать, что она неудобная Она очень даже удобная И она реально пилит ногти Типа серьезно Я сейчас пилю И мне нормально Хоть когда-то я приведу Свои ногти в порядок Ну, в общем, да Мы поняли Тут была пилка для ногтей Да Я просто не сильно люблю Это ощущение Я даже на маникюре сижу Вся мурашками покрываюсь Что дальше? Двадцатый номер Да Номер двадцатый Двадцать А где двадцать? Вот мы прямо перед тобой Вот это? Угу Что-то тут какой-то Маленький номерочек Сейчас, сейчас, сейчас О, еще одна помада Красная Ого Она красная Это женщина страсти будет? Это ребенок любви Ооо Подожди, она даже не красная Она такая немножко А нет, ну ладно Нет, она как красная Красная, красная Смотри, какая Нормальная детская помада Я вошла в чат Почти как твои волосы Нет, она прям в твои волосы В тон-тон Хай Прикинь? Да Это огненная помада Хотя, не скажу, что суперпигментированная Но все равно, прикинь, ребенок С трехлетнего Да Мама, я пришла Мама, я пришла Меня Петя позвал На тусовку Почему он? Давай жить в 20-м уже веке В 21-м веке, в 20-м году Ладно, Петя ковырялся в носу Когда я позвала его на свидание Ну, как бы Я еще про другое, но ладно Так, какой у нас следующий номер? 21 21 или 22? 21 Ладно, номер 21 Мне кажется, здесь снова будет Вот эта штука для волос Да, это она Розовая Ну, сейчас посмотрим Тестировать на твоей розовой стороне будем Она аж вылетела Давай Тестирую на моей розовой Тестирую на розовой стороне Сейчас посмотрим Давай Блин, мне кажется, это будет очень круто Да Она прям такая же, как и твой цвет До смывания У тебя был именно такой цвет Пока он не подсмылся Капец Прикинь, сидишь такая, рисуешь Охренительно Блин, они очень красиво рисуют И что мне нравится от них Ощущение Ну, не прям говно И ты знаешь, мне кажется Если они просто подсохнут на волосах Они не будут вот этой вот пудрой сходить Потому что, если вы когда-нибудь пробовали Вот таких штук есть проблемы А вот они, подсохли Вот И она не сходит пудрой Она просто реально лежит Она какая-то более восковая текстура имеет И за счет этого не крошится Потому что я однажды, короче, воспользовалась таким вот Hair Chalk, да? Мелком, блин Короче, обмазалась И я куда-то ушла Он подсох на моих волосах И у меня просто вся спина была в розовой пудре И это было ужасно Потому что он прям комками слетал Это было отвратительно Сочувствую Неприятная ситуация Вообще неприятная ситуация И, кстати, у меня это попало на моё чёрное платье Достаточно дорогое И оно испортилось И красные штуки не отмываются Розовые Лайк Блин, ну улетел Hair Chalk Ну ладно Давай дальше Следующий Двадцать два Ура! У меня двадцать два гуси-лебеди Люблю говорить это слово Я ничего не понимаю, но допустим Ну это из лото Я просто не смотрю лото И я тоже не смотрю лото Это ещё один блеск для губ И посмотри на его цвет Это розовый теперь блеск для губ? Да Для блондиночек? Да Малыш Блядыш Блядыш Бери У меня уже есть как бы Но можем на тебя нанести Ну давайте нанесем на меня У меня губы не жжёт Давай Ну он блестит Я просто неудобно этой стороной делать Он такой вкусный Ну у меня был другого цвета А по запаху это такой же был? Да Такого же Он похож на какой-то карамель конфеты Да, он такой вкусненький, приятненький Но он блестит Да, есть такие прям даже, знаешь Маленькие-маленькие блестяшечки На губах остались Потрясающе Прикольно И следующий номер Это номер двадцать три Ещё немного и мы с ним закончим До самого последнего Мы с тобой скоро дойдём И у тебя будет сам охренительный цвет Боже мой Вау, это фуксия Это реально какой-то кислотный Неоново-розовый Офигенный цвет Крутой Просто шикарный Кстати, я предлагаю сделать сравнение На этой, где мы будем делать маникюрейшки А на этой будем Вот от этой вот девчули Начинающей шмындры Давай Вот, посмотрим Что, вообще номер двадцать четыре Ух, ребят Что же лежит под самым последним номером? А почему оно грязное? Оно грязное Well Оно грязное Well Почему оно грязное? Ну я не знаю Странно, да? Очень странно Какая-то агрессивная В номере хотелось чего-то прикольного Нет, так, зеркало-то нормальное Оно какое-то кривое, да? Да, оно очень странное Очень странное Ну это, наверное, увеличивающее? Да нет, они абсолютно одинаковые Real Просто закросят сначала одну сторону Потом другую Оно абсолютно одинаковое Просто непонятное какое-то Очень странное зеркало Короче, в любом случае Несмотря даже на это зеркало Мы собрали объективно Целую косметичку Это был самый лучший адвент Все-таки пупырышками я не покрылась Так что, скорее всего, это психосоматика Извините Без с башкой Бывает У кого нет проблем с менталкой В нашем веке Самовнушение, господа Короче, вот огромная косметичка Вот косметика Ребята, обязательно смотрите Мои предыдущие видео Видео-тильки Где мы распаковываем адвент-календари И напишите пока на сегодняшний день Если вы уже смотрели много таких видео Какой адвент вам нравится больше всего Что ж Спасибо за просмотр Снимаю уже наручники А у меня вон Держится? Держится? Ха! Ой Я даже снять теперь не могу Профессиональное оборудование Пока! Очень необычный адвент-календарь От Эльзочки Из Фроузен Это из того... О, я сказала! Это самое последнее колечко Ну все, это жидкие тени О, ну... Говоришь не красят, смотри! А это не румяшки Ни хрена А это не румяшки